Давайте. Савва Бакин, буква Е. Машины ехали и ехали, а Катя с папой стояли у светофора, ждали, когда зелёный свет загорится. На другой стороне улицы был магазин. Что там продают? Спросила Катя. Это нотный магазин, объяснил папа. На вывеске написано «Ноты». Ну нет, сказала Катя. Это магазин еноты. Просто буква Е от вывески отвалилась. Какие могут быть еноты в магазине? Удивился папа. Сейчас зайдём, и ты сама увидишь, а я заодно куплю что-нибудь из нот русских композиторов. Тут как раз зелёный свет загорелся, и через минуту папа открыл двери в магазин. С порога он почувствовал непривычный запах, на виду не падал. Он вообще не мог сдвинуться с места, потому как увидел, что на полках смирно лежат еноты. Большие и маленькие, толстые и тонкие, разных мастей и окраски. Папа, прошептала Катя, давай купим вон того беленького. Папа прочёл табличку над прилавком. Еноты для народных инструментов. Простите. Обратился он в продавщице. А у вас ноты, извиняюсь, еноты русских композиторов есть? Вам для гармонии или для балалайки? Лучше для барабана. Почти все проданы, развела руками продавщица. Только еноты мусорского остались. А вон тот беленький? Это еноты для флейты с оркестром. Берёте? Берём, сказала Катя. Завернуть? Пожалуй. Пожал плечами папа. Но как надо ухаживать? Кормить-то чем? С сухариками, сказала продавщица. У меня вот последние остались. Могу предложить? На улицу папа долго вертел головою. Соображал, в каком направлении двигаться. Они опять перешли улицу. Папа обернулся. Ему показалось, что в кодом магазин действительно валяется упавшая буква Е. Тот в свёрке зашевелился, заворочался. Белый енот выслал свою недовольную мордочку. Катя дала ему сухарик. Катя дала ему сухарик.